Работы, начавшиеся еще в марте, одновременно ведутся на трех участках у торгового центра «Империя» на пересечении Московского шоссе с улицы Советской Армии и Революционной. На сегодняшний день на этих точках перекрыта половина дорожных полос по четной стороне, по направлению в город. Глава городской администрации Олег Фурсов вместе с замминистра транспорта и автомобильных дорог области Александром Ликомаскиным объехали все три объекта и ознакомились с ходом работ на каждом из них. Наибольший объем работы выполнен УТЦ «Империя», там до середины Московского шоссе уже готова тоннельная часть. Затем, чтобы работы велись в соответствии с правилами благоустройства, постоянно следит административно-техническая инспекция, которая уже несколько раз штрафовала подрядчика за допущенные нарушения. Замечания были по содержанию ограждения, привлеченные к ответственности подряд на организацию «Тамара-транстрой». Также складирование грунта неустановлено в месте, также были привлечены к ответственности. В настоящее время контролируем в случае повторения, будут повторно привлечены к ответственности. За допущенные нарушения подрядчика оштрафовали на 20 тысяч рублей. Строители уверили, впредь подобных нарушений не будет. По словам подрядной организации, график работ соблюдается. Специалисты трудятся в две смены. У нас идет подготовка территории, апрель, март-апрель, согласно графику. Идет дождевая канализация, май, июнь, июль. И 50% этой страны и следующие. Конструкция дорожной одежды планируется у нас на мае месяце. Вот мы как раз в графике все идем. Чтобы не отклоняться от графика и на пересечении с улицы советской армии, городским властям предстоит решить вопрос с цветочным киоском, который располагается со стороны парка имени Гагарина. Он мешает прокладке второй части перехода. По требованию Олега Фурсова была проведена проверка этого объекта. Решение этого вопроса Олег Фурсов поручил городскому департаменту потребительского рынка и услуг. Для того, чтобы уменьшить неудобства, которые вызовет масштабный проект, муниципалитет провел подготовку. Были смещены остановки общественного транспорта, перенесена контактная сеть троллейбуса, отрегулирован режим работы светофоров. По словам главы городской администрации, автомобильное движение на московском шоссе нужно полностью восстановить до начала учебного года. В этот период приезжает очень много студентов, школьники выходят, которые учатся в разных школах и добираться транспортом приходится. Многие люди возвращаются от пусков. И очень важно, чтобы совместными усилиями и область, и город сделали так, чтобы жители как можно меньше неудобств испытывали в период массового возвращения людей в Самару. К 12 июня на всех трёх точках будет восстановлено асфальтовое полотно. Открыто движение транспорта, а строители перейдут на вторую половину магистрали. Олег Фурсов подчеркнул, подрядная организация должна привлечь все возможные резервы и полностью открыть московское шоссе до наступления сентября, а не в октябре, как это планировалось раньше. Срок окончания всех работ, включая чистовую отделку подземных переходов, 10 декабря текущего года. Павел Баймаков, Артём Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова